Запись пошла, всем привет, с вами Наташка. Всем привет, с вами Наташка, мы продолжаем играть в Тимс 4 на работу. Наш Борисик сегодня отправится еще раз, очередной раз на работу, будет работать врачом и лечить больных в этом городе. Я вот не понимаю, какого хрена, когда я зашла в игру, мне сразу говорится, что Борису нужно на работу. Я помню, что я закончила прошлую серию за полтора часа до того, как ему нужно было встать и пойти на работу. Вы только посмотрите на его нужды. Блин, наверное, придется сегодня не работать, а нужды его восполнять. Ну ладно, ничего, все успеем сделать, давайте мы нажмем кнопочку присоединиться и отправимся на работку. Который раз, который день, ура, ура. Я на самом деле, ребята, мне больше всего нравится карьера врача, профессия врача, я не знаю. Мне она больше нравится, она мне больше интересует, как-то хочется стать крутым врачом, главврачом. Или мне просто Борисик симпатизирует больше, чем там другие. Я хотя вообще ученого еще пока нифига не создала. К сожалению, еще пока не успела его сделать. Вот. И у нас еще Кэтрин есть, которая работает детективом. Надо тоже поиграть детективом. Детективом тоже интересно работать. Наш Борисик бедный. Хочет в туалет, несчастный мой. И его надо накормить, да? Давайте мы скушаем бутик. Блин, нам теперь надо тратить деньги на еду. Хотя мы могли спокойно поесть дома. Хотя, наверное, у нас в холодильнике ничего нету. Как это обычно бывает у холостяка, который весь день на работе практически проводит и есть только на работе. Ну, в принципе, да, наверное. Ну, в общем, давайте перемотаем. У нас тут поприветствуют трех пациентов. В общем, задание. Давайте сразу продлим день. И я думаю, мы сегодня успеем хорошо поработать. У нас успеваемость неплохая. Ой, посмотрите. Ну, короче, мы сегодня точно повысимся. Я в этом уверена. Перемотаем. Давайте, потому что два сути не особенно важно на это смотреть. Да, вкусненько. Вкусненько, мой родной. И, блинский, у него плохая гигиена. Нам, наверное, надо вымыть руки. Тут душа нету. К сожалению, придется грязненьким лечить пациентов. Да, кстати, ребятушки. Красненькое сердечко. Мне написали в комментариях. Спасибо большое. Красненькое сердечко означает, что диагноз уже поставлен и уже надо лечить пациента. То есть уже у него известна болезнь. И его можно там уколоть или дать таблетки. А синенькое сердечко означает, что еще даже не проверили ничего, никакие анализы не сдали. И не узнали, чем болеет пациент. Вот. Ну, в общем, спасибо большое за подсказочку. Давайте подойдем к этой даме. И у нас есть действие взять мазок. Ну, мазок мы не можем взять. Нам поприветствовать надо пациентов. Задание одно. Есть такое. И осмотреть уши больного. Блинский. Нам нужно, значит, давать ее поприветствуем. И этого парнишу. Точнее, это уже дедок. Да, Алексей. Хорошо. Значит, вот эту даму сейчас мы начнем осматривать. У нас очень резко меняется настроение. Наш Борисик такой, видите. Это гормональный сбой, наверное, у него происходит. Шучу, конечно. Это же не женщина, е-мое. Так, давайте. Ну, что, ты поприветствовал? Двоих поприветствовали. Давай тогда вот этого мужичка приветствуй. И мы будем лечить пациента. Так, мне надо потише сделать. Отлично, сделали одно задание. У него что-то с головой. Да хватит болтать. Почему они так долго болтают? Реально, я хочу сделать действие только поприветствовать. Нет, он начинает дальше разговаривать. Еще какие-то темы с ним обсуждать и тому подобное. Все. Мы сейчас будем лечить этого парня. Давайте узнаем, как его зовут. Его зовут Денис. Очень хорошо. Смотрите, как хорошо получилось. Мы прогнали больного с койки. Хотя тут свободная есть. И посадили другого больного. Вот бред вообще. Ну, не бред, конечно. Просто интересно получилось. Обратите внимание, какой у него одежда. Вот здесь обычная беленькая. А, нет, здесь у нас есть цветочки, да? Розочки. В общем, разнообразие такое в больнице у нас. Здорово. А тут уточки. Давайте мы будем осматривать пациента. Взять мазок и что-то проверить уши больного. И мы можем потом учиться анализировать. Так. Ценный образец ткани был взят. У Дениса. Успешно выполнять эту ситуацию. Короче, проверить температуру. Теперь, хорошо, мы сейчас проверим температуру. Анализировать образец. И потом мы пойдем учиться анализировать. Отлично. Все. Пойдем заниматься анализированием. Повышать логику. Выполнять задания. И тому подобное. И повышаться по карьерной лестнице. Да. А у нас дальше... Ага. У нас еще много дней рабочих впереди. Так что работа нас ждет. И вообще, я хочу еще заняться фотографией. Я думаю, это будет очень интересно. В общем, сегодня после работы мы с вами походим по городу и пофотографируем. Пофотографируемся с симами. И тому подобное. Потому что, блин, у нас есть фотик. В багажей. А мы им нифига не пользуемся. И, кстати, яйца собирать надо. На самом деле, ребята, я кролика Бонни, или как там его звать, уже активировала или открыла. Я в своей семейке там, которая там просто у меня без летсплеев, я пособирала яйца. И открыла Бонни, этого кролика. Я просто испугалась, что я не успею это сделать в летсплее. Так что так. Ну что, мы учимся анализировать. И, кстати, мы уже давно исполнили задание. Но все равно продолжаем учиться анализировать. Давай заканчиваем, мой дорогой. У нас не так много времени. И нам нужно хотя бы получить бронзу. Но бронзу мы точно... Да заканчивай. Да что ж такое. Окей. Сейчас мы вытерем одну лужу. И нам нужно передать пациентам. Надеюсь, мы сейчас алую эту найдем. Которую тут была. Она вроде бы здесь точно была. Я ее видела сегодня. Или она куда-то улепетала? В общем, неважно. Давайте мы... Нам дать надо пациенту лекарства. Так, лечить пациента, сделать укол. Окей. А тебе надо лекарства дать? Да. Значит, таблетки. Отлично. Дай, пожалуйста, таблеточки. Алексею. Пускай он уже выздоровеет. А то он несчастный сидит там уже, не знаю, полдня. И ждет, когда к нему подойдет один-единственный врач в этой больнице. Который все время вытирает лужи, а не лечит пациентов. У тебя, кстати, какой... Ты до сих пор санитар? Или нет? Мы до сих пор санитарой. Боже. Как же долго. Давайте мы вылечим. Дадим таблеточки. Так, анализировать образец. Теперь нам нужно. Образец у нас есть. Ткани, образец. Ткани. Отлично. Пациент поправился. Очень хорошо. Кстати, давайте мы не будем анализировать, а мы вылечим пациента. Потому что от лечения нам тоже дают хорошую продуктивность. Повышает продуктивность. У нас плохой досуг. Это очень плохо. Конечно же. Нам нужно чем-то заняться. Тут есть телевизор. Зато на самом деле тут есть компьютер, и мы можем поиграть. Давайте поиграем. Вылечим пациента и поиграем. Застелить постель. Окей. Сначала застелим постель, а потом будем играть в компьютер. Немножечко поднимем наш досуг. Так. Переполнена лента. Давайте мы почистим нашу ленту. Уборочку такую произведем. Произведем и продолжим дальше играть. Учиться анализировать опять. Дорогой мой, пожалуйста, пойди поиграй на компьютере. В Sims. Да, на работе. Когда сидят тут больные. Эта дама все болтает и болтает с ней. Видимо, она, наверное, интерн. Ну, а нет, она медсестра, ребят. А мы кто? Мы с Анитой. Она медсестра, блин. И болтает с пациентом. Не лечит, а болтает. Это мы тут ходим и лечим. Санитары. Да. Нам надо лужи подтирать. Ладно. Давайте. Поднимем досуг. Отлично. У нас досуг уже ходнят. Теперь мы будем образец. Пробуем анализировать. У нас всегда не получалось хорошо проанализировать образец. По-моему, у нас сегодня это оканчивалось провалом. Я надеюсь, на все раз у нас получится проанализировать его. Оу. Такое смешно. Она там, вот там вот она бежала по улице, а как только вошла в больницу, начала так ромать. Такая несчастная идти. Очень интересно получилось. Стоят. Бедные несчастные больные, никто к ним не подходит. Мы тут должны бегать по всей больнице и всех лечить. А еще в это время успевать анализировать, которое вообще, это действие длится, ну, как минимум час. Да, ничего не получилось. Ничего толком не показал. Ну, зато мы исполнили задание. Так, взять мазок у пациента. Тут, наверное, уже нету действия взять мазок, потому что мы уже это сделали. Поэтому нам нужно взять нового пациента. Давайте возьмем эту даму, которая там бежала, а тут хромала. Очень мило, что здесь есть детская такая комнатка. Ну, это не комнатка, а уголок детский, где дети могут поиграть. Хотя, мне кажется, дети мне до того, они стоят тут в очереди. Врачи к ним не подходят, больные кашляют, чихают, из ушей пар пускают. В общем, весьма странно. Ну, ничего, нам специальная игра преподносит как можно больше больных, чтобы разнообразие было. Просто мазок возьмем. И у нас осталось 49 минут. Ну, я думаю, мы успеем сделать одно действие уж точно. А вот Аллу я не вижу. Мы можем ей передать пациента, медсестре? Если она образец ткани взят, учится анализируется. Интересно, мы успеем? Нет, не успеем мы. Не успеем мы. К сожалению. Но ничего, мы получили бронзу. И я думаю, мы повысимся сегодня. Я очень надеюсь. У нас с самого утра сегодня было плохое состояние. И мы вылечили сегодня достаточно больных. Сколько? Двоих? Вроде вылечили. У, мы успели выполнить. Но, к сожалению, нам все равно это не принесло никакой пользы. А тут есть лужи? Мы успеем вытереть лужу? Наверное, нет. 13 минут осталось. Пока он дойдет, уже все. Нет, не успеем. Не успеем. Давай. Две. Одна. Ну же. Мы повысились. Зато мы повысились. Отлично. Борис сегодня удовлетворительно поработал. Удовлетворительно. Блин, нам все сложнее и сложнее работать получается. Профилактика лучше лечения. Ему следует работать усерднее. Да емае. Усерднее. Мы тут лужи подтираем за всеми. Бегаем туда-сюда. Одни, одни врачи. Всего лишь один врач бегает по всей больнице, собирает больных и лечит их. Вообще. Борис получает повышение до должности фельдшер. Его зарплата увеличивается на 12 в час. До 35 семиллионов в час. Отлично. Также он получает премию 256. Да мы богачи, ребят. 3266 семиллионов. Вот бы эти деньги Сандерса дать. Рентгеновские аппараты теперь доступны на работе для сканирования и обследования пациентов. Ура! Похлопаем, ребятушки. Наконец-то нам открылись аппараты, которые мы... С помощью которых мы можем обследовать пациентов. Ведь теперь... А вы теперь можете давать советы по медицине? И теперь вы можете давать плохой совет по медицине с уровнем 3 навыка пакостей. Отличное. Ну, мне на самом деле последнее не интересует совсем. Не знаю, будем мы это делать. Нет, наверное, мы не будем это делать. Мы хорошие врачи. Его следующая сфера на понедельник 8 часов. Заработано денег. Плюс один день отпуска. Мы с вами можем отправиться в поход, ребят. Да. Сейчас мы, ребята, отправляемся домой. Моемся в душе и отправляемся в парк. Да. В парк отправляемся. Будем фотографироваться. Делать селфи всякие. Давайте мы сейчас сделаем селфи. Нам надо было с пациентом сделать селфи. Это было бы очень смешно. Нет, селфи мы не можем. Подождите, мы селфи можем на смартфончик сделать. Точно. Я в этом уверена. Сделать селфи. Давайте попробуем. О, господи. Вот так, посмотрите. Как смешно. Я тут нашла очень интересную штучку. Мы можем вот так вот крутиться по кругу. И это очень здорово. Очень удобно. И давайте мы сфоткаем, что ли, вот это чудо непонятное. Такая поза вообще. Отправимся мыться. У него кокетливое настроение. Понятно, почему он так решил сфоткаться-то. Кокетливое настроение, а он сам воняет, как не знаю кто. Иди мойся, мой хороший. А то уже гигиена совсем уже плохая. И нам нужно позвонить Алле. Узнать, как у нее дела. Почему она сегодня на работе опять не была. Ой, кстати. Стоп. Тут гномик у нас вылез. Только сейчас заметила, ребят. Так, яйца. У нас тут три яйца. Мы можем продать. Точно одно. Даже два. Зачем нам несколько? Кстати, капсулы. Я знаю, что в капсулах тоже можно яйца найти. И я знаю. Спасибо за комментарий. Тоже мне подсказал один человечек, что яйца можно находить не только в бревнах, где лягушек находят. А еще и собирая урожай. О, смотрите. Доставка пиццы тут гуляет. Без пиццы. Отдыхает, видимо. Так, мы сейчас домоемся. Откроем капсулу. И что нам надо покушать, да? Блин, у нас какие-то плохие вообще... Какое-то плохое состояние. Есть у нас салатик? Салатик есть. Отлично. Мы можем покушать салатик. И, наверное, мы отправимся в парк. И там уже будем досуг свой повышать. Все, достаточно мыться. Слишком долго ты моешься. Не надо доктора F мы находим. Смотрите, мы доктора нашли. Первую капсулу, которую мы нашли, это был доктор. Вот реально здорово. Мы его не будем продавать. Мы его поставим, потому что... Ну, это ученый, мне кажется. Или это доктор. Скорее, на ученого похож. Это не доктор, который изучает медицину. И лечит людей. А ученый. Так, отлично. Мы покушали. Давайте отправляемся в парк. Уже закат. Самое время отправиться в парк. И пофоткать там округу. Симов разных. Давайте нашу Аллу пофоткаем. Точно. Мы сейчас устроим ей фотосессию профессиональную. Конечно, не профессионально. Фотик у нас не самый профессиональный. Он такой средненький. Но уж получше будет, чем... Фотик на смартфоне. На нашем. Отлично. Аллочка, можно тебя сфотографировать? Сфотографироваться. Сначала мы сфоткаемся с Аллочкой при закате. Вау, это будет супер красиво, мне кажется. Да. Анджи, так мило. Отлично. Мы сейчас... В общем, мы с Аллой решили везде пофоткаться. Помните, мы в прошлый раз в библиотеке сфоткались, вроде бы. Давайте сфотографируем ее теперь. Она сейчас, наверное, примет какую-то супер-классную позу. Какую-нибудь... Господи, ну давай, фотографируй ты мой кокетливый Борисик. Стояло бы тут еще там, не знаю, солнышко, что ли. Здесь было бы какое-нибудь, которое, ну, уходит. Было бы очень мило. Хорошо, давайте сфоткаем. Так, вот так вот. Кстати, надо размер выбирать. Я совсем забываю. Размер выбираем большой обязательно. А, я надеюсь, эта фотография получилась. Вроде бы получилась. Давайте мы еще раз сделаем действие сфотографировать. И я уверена, что она примет другую позу. В общем, короче, фотосессия у нас такая. Давайте с этим зданием. Такая смешная. Алла. Так, еще раз давайте мы ее сфоткаем. Может, подойдем... Давайте мы отойдем в другое место. Она за нами, надеюсь, пойдет. Может, это вот... Давайте Романа Мухина сфоткаем. Он какой-то злой. И мне очень интересно будет, какую же позу он примет. Наверное, какую-нибудь злую. Вот реально интересно посмотреть. Они реально принимают позы по настроению. Сейчас проверим. Сейчас мы это проверим. Кстати, таймер у меня прозвенел. Нет? Да, реально. Сфоткаем какого-то Мухина. Лучше фотографировать Аллу. Это гораздо полезнее для нашего Борисика будет. Все, короче, давайте мы, может быть, сыграем во что-нибудь. А от шахмата будет повышаться досуг? Я не помню. Даже не знаю. А, да, повышается. Отлично. Хорошо. Теперь мы можем спокойно перематывать. Жаль, что нам на площадке нельзя побегать, попрыгать. Так вообще досуг мой поднялся супер-пуперско. Знаете, я хочу, чтобы здесь добавили качели. Я хочу качели. Почему здесь нету качелей в этой игре? Это их реально нету. Все. Я очень надеюсь, что в скором времени добавят качели. Все, отлично. Мы досуг подняли. Теперь хотим в туалет. Ну, давайте не будем на это внимание обращать. Может быть, с Аллой немножко пообщаемся? Мы в туалет не сильно хотим. Уж прям... Ой, она решила приготовить гамбургеры. Какая умница. Давайте... Так, посмотрите. Она их приготовила. Но почему-то решила их не есть, а просто поставить, чтобы они портились. Воняли тут на весь парк. Все. Пожалуйста, пообщайся с Аллой. Поиграйте вместе с шахматы. Уже стемнело? Аллочка, прошу тебя. Отвисни и пойди пообщайся с Борисиком. Что тебе не нравится? Ага. Она долго думала. Ага. Отлично. Ну, что она сейчас только что взяла? Гамбургер. Стоп. Хот-дог. Да. Отлично. Мы обнялись. И давайте расскажем анекдот. Мы шутники такие. Окей, окей, окей. Отойди сюда, пожалуйста. Так. Попробуем сделать селфи. Вот, давайте вот так вот. Все. Все. Где наш фотик? Да, она не хочет выходить замуж. Она нерешительная вроде бы. Господи, ты же только что с хот-догом была. Она повернулась. Наверное, там держит хот-дог. В общем, короче, все. Мы нафоткались. Да, самое я не знаю. К сожалению, мы забыли сделать большой размер фотографии. Почему она сразу больше не делается? Обязательно нужно делать всегда. Это весьма неудобно. Потому что я забываю. К сожалению. Да. Ну, ничего страшного. В общем, мы возвращаемся назад домой. И... Наверное, исполняем свои нужды и ложимся спать, чтобы завтра спокойно отправиться на работу. Так, досуг у нас в порядке, в принципе. Хотя, я думаю, за ночь он понизится. Идем в туалет и спать. И давайте вместе напоследок с вами посмотрим фотографии, которые мы сделали. Она, к сожалению, маленькая получилась. Так, еще маленькая фотография. Оу. Гномик опять из этого вылез. Все время норовик куда-то вылезти. Вот. А вот эти уже большие. Это очень здорово. Как-то у нас не очень хорошо все завешано, мне кажется. Весьма некрасиво. Надо покрасивее вешать. Но... Так. Смазанный мужик получился. Давайте мы продадим это. Посмотрите, какие фотографии милые. Ну и вот эти селфи. В разных местах. В общем, короче, на память. Вообще, это вообще здоровская тема. Фотографии, мне кажется. Это очень... Вот когда у тебя большая семья. С кучей детей. И они все маленькие. Сначала ты их фотографируешь. Потом они растут. Эти дети потом выходят замуж, женятся. И потом смотрят на эти фотографии и вспоминают. Или даже сам смотришь на эти фотографии и вспоминаешь, какие они маленькие были. В общем, это очень чудно. И я бы хотела так делать. Особенно в семейке Митчелл. Мы обязательно это будем делать. А сейчас, ребятушки, нам пора закончить серию. Потому что время уже подошло к концу. Борисик наш сегодня провел отличный день. Поработал, повысился. Мы в следующей серии сможем обследовать персонажей на аппаратах. Рентгенограмму вроде бы так называться. Аппарат и еще какой-то, наверное. В общем, короче, ребятушки, всем пока. Целую. До скорых встреч. Спасибо за просмотр этого видео. Спасибо за лайки. Спасибо больше за подписки. Увидимся в следующей серии. Увидимся в серии про детектива. В общем, пока. Целую. До скорых встреч. Спасибо за просмотр еще раз. Пока, ребята. Спасибо за просмотр.